Стекло, пластик, картон и пенопласт. Из каких только материалов не делали новогодние игрушки в прошлом. Как и многие вещи, они представляют большую ценность для коллекционеров. Больше ста ёлочных украшений смогла собрать учитель из Крагандинской области Ирина Дорошенко. И с каждым годом их число растёт. Встретил себя с коллекционером Марк Брюшко. Учитель информатики Ирина Дорошенко коллекционирует старые ёлочные игрушки. Многие из них – настоящий раритет. Вот эти на прищепках были популярны в 50-х. В 60-х в украшениях стала преобладать сельскохозяйственная и бытовая тематика. Появилось множество стеклянных овощей и фруктов. Среди них любимицей стала золотая кукуруза. На этих игрушках мы узнавали, что такое светофор, потому что в посёлке, в котором мы жили, светофоров не было. Также в нашей коллекции есть игрушки. В 50-х годах они очень лёгкие, сделаны из лёгкого пластмасса. Интересные игрушки. Эти игрушки вешались на ёлку. Всегда, когда наши дети были маленькие, мы были маленькие, потому что они не бьются. В начале 70-х ёлку украсили самовары, чайники и лампы. Кстати, стеклянные сосульки впервые стали изготавливаться в то же время. Спустя десятилетия на смену традиционной красной звезде, что украшала вершину новогодних деревьев, пришли макушки-пики. Популярностью пользовались и фигуры сказочных персонажей из пенопласта. Ну а, пожалуй, самый ценный экспонат коллекции – вот этот стеклянный домик. Такие начали массово производить в 60-х и 70-х годах. Делали эти игрушки из очень хрупкого стекла, поэтому сломаться они могут даже от лёгкого нажатия, из-за чего с ними всегда обращались очень бережно. Мода на такие ёлочные украшения не проходила никогда. С каждым годом в профессиональных кругах они растут в цене. И в погоне за прекрасным люди готовы платить большие деньги. В интернете существуют десятки сайтов, предлагающих приобрести кусочек детства. Стоимость одного экземпляра варьируется от полутора до сорока тысяч тенге. Но в первую очередь старые игрушки дороги как память. Каждое событие или явление, происходившее в стране, оно отражалось и во всём, и в кино, и в культуре, везде. Но и также они и на новогодних игрушках. Допустим, в кукурузный век игрушки кукурузы были. В космос полетели игрушки космонавты. Цирк, фильм появился, игрушки циркачи. Каждая игрушка, она связана, она несёт в себе отпечаток судьбы, жизни страны в целом. Не только отдельных людей, а страны, эпохи даже можно сказать. После этого и правда задумаешься, а может не стоит спешить выбрасывать старые игрушки и менять их на новые. Блеск и яркость красок, конечно, привлекают. Однако найти среди разнообразия по-настоящему качественную и дорогую сердцу вещь не так легко. Марк Брушко, Василий Савкин, Сайлау, Игликов, Карагандинская область, Хабар-24.